Дождались. Наконец-то. Многие уже отчаялись и вообще перестали верить, но зря. Валвы наконец-то анонсировали четвёртого Спирита. Звать его будут Войт Спирит, и давайте же приступим к его разбору и фактам. Но перед тем, как начать, я считаю своим долгом поздравить Максима с канала Типичная Дота. Во-первых, с его прошедшей свадьбой, а во-вторых, с анонсом этого самого четвёртого Спирита. Ведь именно он аж с 2016-го начал изучать эту тему и предсказывать его выход. И вот, наконец-то, его самое долгое и масштабное предсказание сбылось, с чем я его и хочу поздравить. Ведь если бы не он, то, возможно, мы бы все эти годы даже не догадывались о каком-то там четвёртом Спирите. Поэтому, на мой взгляд, ты заслужил всех тех поздравлений, которые ты сейчас получаешь от подписчиков. Ну, а теперь, я думаю, пора приступить к разбору самого Спирита. Начнём мы с того, что сам трейлер толком-то ни о чём не говорит. Это даже трейлером сложно назвать. Это, скорее, некий тизер, ведь там даже его лицо толком не показали. Его можно увидеть только в слоумоушене, когда он прокручивает своё оружие. Однако же, маленькую крупицу информации из этого тизера мы с вами всё-таки можем выудить. И начнём мы с этого оружия. Оно ясно нам даёт понять, что основным атрибутом войд Спирита будет ловкость, поскольку маги, как правило, используют посохи, либо же только руки, а силачи – какие-нибудь топоры или булавы. Однако же, в случае с Войт Спиритом, я вообще ни в чём не уверен. Поэтому не стоит воспринимать эти факты как предсказания. Это, скорее, мои догадки и мысли. Я вот даже не удивлюсь, если у этого Спирита вообще не будет основного атрибута. Вместо этого у него, например, будет какая-то уникальная механика, которая позволит ему менять или воровать у других персонажей атрибуты. Ведь каждый Спирит, по сути, и есть олицетворение того или иного атрибута, и их было равно столько, сколько и самих атрибутов. А грядущий Спирит нарушит это равновесие, если причислить его к какому-то атрибуту. Отсюда у меня такие мысли. Следующее, что хочется отметить, это способности Войт Спирита. В тизере, на первый взгляд, их не показали, но вот этот момент явно намекает на то, что у него будет какой-то телепорт. Ну, а если мы вспомним общие черты уже существующих Спиритов, то можно предположить, что у него должна быть способность призыва ремнантов. Ведь каждый из братьев это умеет, поэтому, стало быть, и Войт Спирит это будет уметь. Далее, что касается даты выхода. Тут все совсем печально, поскольку нам даже примерных сроков не дали. Однако же, у меня есть несколько мыслей на этот счет. В самом конце тизера, на пару секунд, нам показывают название обновления, в котором он выйдет. Outlanders Update. И если присмотреться, то на фоне этой надписи можно увидеть как самого Спирита, и, кстати, его лицо, так и еще одного героя, которого нам показали ранее, Snapfire. Плюс сама надпись Outlanders в самом начале имеет пулевое отверстие. И все это говорит о том, что и Войт Спирит, и Snapfire выйдут в одном обновлении, то есть в один день. Ну, а так как мы знаем, что Snapfire выйдет этой осенью, это, если что, написано в описании к ее ролику, то очевидно, что и четвертый Спирит тоже выйдет осенью. Вот такая вот сложнейшая логическая цепочка. И, кстати, этот ролик делается еще до того, как официальный трейлер был залит на официальный канал Доты на Ютубе. Скорее всего, когда он там появится, то в описании все-таки будет названа дата релиза. И этот факт потеряет актуальность. Следующий же факт касается либо грядущего ивента, либо же еще одного героя. В общем, в одном из своих роликов с фактами про Имморталки я отметил, что плечи Эмбера из второго Иммортал Трэжера имеют очень интересное описание. В нем говорится, что Эмбера привело в мир смертных не только любопытство, но и дурное предчувствие, что грядет некий крупный конфликт, который будет куда более значительным, чем противостояние древних. Также, если мы посмотрим концовку тизера Войт Спирита, то слышим такие слова. Приготовьтесь, смертные! Грядет великое слияние, и мое время наконец-то пришло. Итак, что же есть это слияние? Во-первых, он мог иметь в виду, что он наконец-то встретится со своими братьями, и они станут драться как одно целое. А во-вторых, лично мне кажется, что Войт Спирит будет не таким уж и добрым парнем. Да, вначале он говорит, что он хочет драться со своими братьями бок о бок и сохранить их для какой-то грядущей проблемы. Однако, когда он появляется в нашем мире, то его предупреждение о грядущем слиянии звучит как-то угрожающе. Возможно, он захочет поглотить все и вся как какой-нибудь стандартный злодей. Но, может, и напротив, он будет помогать нашему миру во время так называемого слияния. Отсюда можно предположить, что в мире доты произойдет какой-то катаклизм, который Войт Спирит назвал слиянием. Ну, и лично для меня все это складывается в одну картину. Нас ждет какой-то крупный ивент, связанный с этим катаклизмом. Ну, или слиянием, чем бы оно ни было. А когда нам ждать этого ивента? Я думаю, логичнее всего будет, если Валва его выпустят в обновлении вместе с двумя героями. А так как мы знаем, что это будет осенью, то осмелюсь предположить, что слияние будет хэллоуинским ивентом, вместе с которым и ведут новых героев. Плюс хочу напомнить вам, что Эмбер Спирит и Йорв Спирит вышли на хэллоуинский ивент под названием Дайр Тайт 14 ноября 2013 года в обновлении под названием Три Спирита. По-моему, все идеально сходится. Ну и последний на сегодня факт я бы хотел посвятить предпосылкам к Четвертому Спириту. Началось все в 2016 году в обновлении 7.00. В нем добавили Манки Кинга, Аркану на него, а также Комикс. Именно в нем мы впервые увидели силуэт Четвертого Спирита, от которого исходило фиолетовое свечение. А я напомню, что это было аж три года назад. Дальше у самого Манки Кинга была обнаружена вот такая фраза, которая подтверждала существование Четвертого Спирита. Сиин, Каолин, теперь еще и ты. А где же Четвертый Братец? Дальше же среди реплик Шейкера с Арканой были найдены неиспользуемые фразы. Затем описание плеч Эмбера, ну и как финал церемонии открытия Интернешнала, где танцоры были в цветах всех четырех Спиритов. Наверняка я что-то упустил, но вы наверняка меня дополните. Из всего этого я бы хотел сказать, что внимание валвов к деталям, а также их умение интриговать просто поражает. Думаю, со мной все тут согласятся. Три года тизерить героя это просто надо уметь. Ну а перед тем, как закончить, хочу спросить вас, что вы скажете об этом герое? Оправдал он ваши ожидания или нет, то вы заметили в трейлере. Да и вообще делитесь мнением насчет всей этой ситуации. Ну а также не забывайте про подписку, ведь роликов на эту тему будет еще очень много. А также про лайк, если вам было интересно. Ну а я не прощаюсь, друзья. Еще услышимся.